Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь. Ничто же покровенно есть, ежи не открыться. И тайна ежи не разумеется. За ней лико во тьме рейсти во свете услышится. Ежи коуху глаголости во храмях проповестца на кровях. Глаголю же вам другом своим. Не убойтеся от убивающих тела, и потом немогущих лишить, что сотворите. Сказую же вам, кого убойтеся. Убойтеся, имущего власть, по убиении воврещив деберь огненную. Ей, глаголю вам, того убойтеся. Не пять ли птиц цениться пени зима двима? И не едино от них несть забвенно пред Богом. Но и власть и главы вашей вси за чтение суть. Не убойтеся оба, мнозих птиц унши исти вы. Глаголю же вам. Всяк, изжащий, исповесь мя предчеловеки и сын человеческий, исповесьте го предангелы божиими. А отвергись имя не предчеловеки, отвержен будет предангелы божиими. И всяк, и жречет слово на сына человеческого оставится ему, а на святаго духа хулившему не оставится. Их даже приведут вы на соборище власть и владычество. Не пицитеся, как или что отвечаете, или что речете. Святый бы дух научит свой в той час, я же подобает рещи. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня пятница, 14 ноября. Мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 12, со 2 по 12 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Сказал Господь, нет ничего сокровенного, что не открылось бы. И тайного чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что вы говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два сария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и сын человеческий исповедует его предангелы Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет предангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на святого духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоге к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо дух святой научит вас в тот час, что должно говорить. Вот такие в английской строке мы с вами слышим. Господь общается уже с учениками своими. Мы с вами слышали раньше о том, что обличал фарисеев, но потом на фоне их возмущения, что как раз свидетельствовало о том, что задето живое в них. И видим, что, к сожалению, не восприняли они эту критику, не пожелали как-то покаяться. Ведь, в общем-то, Господь ведь не говорил неправду. Никогда не было лжи в словах Его. И причем ведь задача Господа была ведь не то, чтобы как-то унизить их, оклеветать перед людьми, посмеяться потом над ними. Нет. Будучи человеколюбцем, несомненно, желал и Он их спасти, привести их к покаянию, разумить их. Кто-то может сказать, ну неужели вот так надо было делать, так очень жестко, что ли, так вот перед людьми, что ли. Но порой это необходимо, порой это единственное средство. Возмутить даже человека, дать ему возможность увидеть самого себя. Знаете, вот ведь в те же фарисеи-книжники были такими лжеправедниками, привыкшими, что внешне они такие добренькие, добренькие, смиренненькие, то есть так вот все, знаете, в кавычках. Люди их любят, почитают, сами говорят елейные речи. И вот когда человек в таком состоянии ложном пребывает какое-то время, он довольно скоро начинает верить, что он такой есть, в общем-то, что неплохой человек, неплохой, добрый, мирный, спокойный. Сколько в нашей жизни таких есть? Много. Да в собственной жизни всегда можем это увидеть. Но вот что-то задело нас, и все, и начинается вылазить наша сущность. Какие мы на самом деле. Так вот здесь сказал Господь им правду, все и вылезло. Могли ведь они это все видеть, испугаться буквально, могли. Но вот как мы видим, к сожалению, не стали это делать. Еще больше злобились на Христа. Вот Господь говорит ученикам своим, что не будьте такие, как они. Не будьте лицемерными. Добудьте вот этой закваски фарисейской. Ведь закваска что делает? Она меняет, скажем, муку, превращает тесто в итоге в хлеб. То есть наполняет воздухом. Вот этот процесс поражения происходит. Так вот и здесь. Вот этот дух лицемерен способен изменить человека до неузнаваемости. Ученикам своим Господь говорит, что, знаете, нет ничего тайного, что не узнали бы. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы. То есть вот все, что у человека в сердце, оно всегда выйдет наружу. То есть вот это невозможно вообще прятать. Соответственно, знаете, и в людях так, и у вас самих точно так же будет. Никогда не пытайтесь лукавить. Будьте вот такие, какие есть. Если вы желаете быть святыми, так будьте ими во всем. Не только в делах своих, в словах своих, в движениях сердца своего, во всей душе своей. Будьте такими. Потому что все узнаете. Что вы сказали в темноте услышится во свете? Что, говорили, внуха внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. То есть все тайное становится явным. Вот и живите вот в этом свете, правда, свете истины. Тогда вам будет не страшно. Но, конечно же, ученики могли сказать, что, Господи, ну если вот так нам с людьми, обращаться, если вот так вот безбоязненно обличать всякое зло. Но ведь люди будут злиться, люди будут ненавидеть нас. Ведь так оно, в общем-то, и было, и есть. Почему церковь ненавидит многие-многие люди? Потому что она говорит правду. Многим людям не хочется эту правду слышать. Правду о самих себе. Многие люди предпочитают, чтобы их обманывали, им льстили. Заглаживали, знаете, вот их острые уголки, уголки их жизни. Господь говорит, что нет, нет, вы не должны быть такими. Вы служители распятого, служители Бога Слова. Вы не должны быть лицемеров, вы не должны быть трусами, вы должны быть отважными, смелыми. Да вы друзья мои, друзья, друзья Бога. Чего вам бояться? Неужели я вас не защищу, не покрою вас? Вообще не бойтесь. Будут смерти вашей сказать, так не бойтесь убивающих тела. Ну, тело, ну, убьет. Ну, что тело? Тело так или иначе умрет. Душе вашей повредить никто не сможет, кроме греха, кроме лжи. А если вы будете этого избегать, то слово вреда, ну, кто вам принесет? Да и то ведь, опять же, оно лишнего-то с вами никогда ничего не произойдет. Вот, кстати, да сейчас мы с вами пропустили слова. Господь сказал, скажу вам, кого бояться, бойтесь Бога, бойтесь от Него отпасть. Бойтесь того, вот у кого действительно в руках вся власть. Потому что если вы станете предателями Божьими, то кто вас тогда покроет? Кто вас тогда спасет? Если вы в угоду людям от Бога отвернетесь, кто сможет избавить вас от этого суда? Вот, его бойтесь. А по поводу всего остального, вот смотрите, не пять ли малых птиц продаются за два сари? Ну, тут как бы такой пример, что вот маленькие птички, которых там, цена им настолько маленькая, что как сдачу там где-то могут на каком птичьем рынке их давать. Вот ни одна из этих птичек у Бога не забыта. А каждый из них он заботится, он дает этой птице бытие, дает ей корм, да, то есть заботится ее жизни, он дает потомство. Все по воле Божьей происходит. Бог как промыслитель всегда рядом, даже вот с таким вот незначительным существом. А тут вы люди. Вообще всяком человеку и Богу особая забота, что человек-то венец творения. А тем более, если человек друг Креста, какая о нем забота? Несомненно, большая, огромная. Это тот, как пример, у вас и волос на голове все сочтены. Это понятно, что Бог не занимается расчетом нашего волосяного покрова. Нет, не в этом дело. Тут сколько такое вот оно, некое выражение. Вот такая забота, настолько тщательная. Вы дороже многих малых птиц. Дальше говорит, сказую вам всякого, кто исповедует меня пред человеками, сын человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется от меня перед людьми, да, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. То есть вот опять же ученикам сказано. Такая ответственность на вас теперь. Вы, мои ученики, вы служители слов, вы продолжатели дела моего. То есть вы должны вот так вот бесстрашно исповедовать Бога. Ну вот, знаете, такая вам награда будет. Вы будете особенно отмечены, когда придет сын человеческий судить род людской. Скажут, это мои, это мои друзья, это мои помощники. С ними все понятно. Мы сонаследники Царства Божия. Но вот бойтесь одновременно. Если отвергнетесь меня перед людьми из-за страха, из-за какой-то выгоды, из-за корысти, так вот знайте, что и сын человеческий от вас потом откажется. А вообще по поводу всего остального, да, снова Господь напоминает нам, что кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет. Ну, то есть кто соблазнится Христом как человеком. Мол, ну вот обычный там плотник. Это касалось тогда вот иудеев то времени, что, ну, человечеством соблазнился. Так проще человеку в таком случае покаяться. Потом, когда узнав, что ли, удостоверившись, что Христос не только человек, но и Бог. Человек кается и уже к Христу приходит. А вот кто скажет, что у Духа Святого, то есть когда человек уже явно видит явление Бога в жизни со всеми доказательствами и все равно отвергается от Него, ну, правильно, какое ему прощение? Он сам-то прощение захочет, от Бога отвернулся. А когда вас приведут в синагоги к начальствам властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Святой Дух научит вас в той час, что должно говорить. Вот призыв к тому, не бойтесь, я с вами. С вами всегда до скончания веков. Аминь. Вот такой Евангелий сегодня мы с вами успели прочесть, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Луки, главу 12, со 2 по 12 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывает со всеми нами.